Соревнования по триатлону Ironman многие годы притягивают в Эстонию. Огромное количество участников из разных стран. Однако спортивное мероприятие могло быть омрачено тем, что поначалу организаторы решили не допускать на старт соревнований граждан Российской Федерации Беларуси, в том числе проживающих в нашей стране в связи с международной обстановкой. Но после того, как город озвучил свое несогласие с данной позицией, было решено допустить к участию в соревнованиях граждан, проживающих в Эстонии на основании вида нажительства. Ironman это триатлон, но гораздо более сложный, чем его классический предшественник. Участники должны были сначала проплыть 3,8 километра, затем им нужно было преодолеть на велосипеде 180 километров. По окончании этого этапа участникам предстояло пробежать марафонскую дистанцию, то есть 42,2 километра. Согласитесь, что такая нагрузка не каждому по силам, однако количество желающих проверить свои силы в таком тяжелом состязании с каждым годом все время растет. Это также доказывает и количество городов в разных странах мира, которые проводят соревнования Ironman. В нынешнем году количество участников из-за рубежа было заметно больше, чем в прошлом году, и по всей видимости, одна из причин – это смягчение коронавирусных ограничений. Это тенденция, которая заметно меняется с каждым годом. Число зарубежных спортсменов значительно увеличилось. Довольно большая команда приехала в этот раз из Бразилии и Израиля. Наверняка еще сыграло свою роль и то, что в прошлый раз зарубежные участники по возвращении домой рассказали об этом этапе соревнований в Таллине, благодаря чему в этом году их приехало гораздо больше. В субботу победу на соревнованиях триатлонистов Ironman Tallinn одержал словак Михаил Голуб. Вторым финишировал эстонский спортсмен Яг Киммель. Те, кто решился преодолеть только половину дистанции, смогли это сделать в рамках триатлона Ironman Tallinn 70.3, который состоялся в минувшее воскресенье. И тут первым к финишу пришел британец Мэтью Брук, и следом за ним вторым прибежал спортсмен из Латвии Сергей Кудрявцев. Я шел к этому долгое время. До этого я приходил вторым, но вот теперь я достиг своей цели, и это удивительное чувство. Очень рад результатом, доволен. Чуть-чуть не хватило до первого, так что вернусь сюда еще раз, потому что гонка замечательная. Так что доволен результатом, вернусь за первым местом. К слову говоря, нынешние соревнования прошли настолько удачно, что было решено в ближайшие два года провести именно в Таллине чемпионат Европы по триатлону Ironman 70.3. Это означает, что мы увидим мировых звезд данного соревнования именно здесь, в столице Эстонии. Ну и само собой, это увеличит туристический поток, что положительно скажется для данного сектора, который пытается встать на ноги после двухлетней пандемии. Для сравнения, в 2019 году приехавшие из-за рубежа лица потратили в Эстонии ориентировочно 4 миллиона 200 тысяч евро. Сергей Овченков, Петро Юлевайн, Новости Таллина.